Урок номер 110 по поводу Мишли Урок номер 11 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 по поводу Мишли разговоры и они получаются уха хамим когда они говорят своими своим ртом и несмотря на то что эти разговоры не уходит какая-то не высказывает это глубокие мысли тем не менее они вот они сразу же показывают дат мудрость знания имеется ввиду что они исходят из вот этого качества которое называется дат что поскольку они верят в законы мудрости исходящие от всевышнего то они показывают до человека и это охраняет их от гаевы потому что человек который верит творца и понимает что его мудрость очень ограничена мудрость творца безгранична он начинает склоняться перед мудростью всевышнего со всеми вытекающими результатами то есть мальбин объясняет что есть разница между пониманиями знаниями мудрости всевышнего и человек который понимает что такое творец и осознает мудрость всевышнего человек который склоняет себя перед творцом то из его уст будут вытекать слова тора слова мудрости все время хохма который говорится хохма это хохма тора но человек который страдает от своей гордыни она выражается в том числе в том что человек хочет сказать что он в состоянии понять абсолютно все и соответственно если он чего-то не понимает а законы торы мудрость story понять невозможно полностью ее можно знать можно выучить но где-то есть ограничение человеческого разума и человек должен перейти к понятию которое называется ему на я уже говорил с вами по-моему говорил о том что ему на это понятие которое рождается из системы который называется дат от еди и когда человек познает что-то и узнает это чем больше он узнает тем легче и выше ему понять что есть что-то что непознаваемо что-то что граничит с знаниями творца выше чем знание которое дается человеку и тогда этот человек экстраполируя то что из того что он знает на то что он не знает приходит понимание того что то что сказано в торе она является истиной и это называется ему на поскольку человек не может понять никогда безграничное не может тот кто ограничен понять безграничного поэтому его граничный разум может ему понять что есть что-то выше этого и начать соприкасаться к мудрость у торы которая безгранична это человеку которого нету гаево человек которого го i love она в таком на таком уровне что он решает что все что он может понять разумом это существует все что не может понять разумом это неверно то такой человек рано или поздно начнет выходить за пределы хохмы, и его глупость Гаева будет выступать и все время будет бросаться в глаза. Это то, что говорит Шлома Амеллах, так и объясняет Мальби. Что добавляет к этому Агро? Очень мало. Агро пишет, что когда глупец, он хвастается, красивится, я не знаю слово красота, как это сказать, красуется своим беседой с товарищем, что он преследует товарища, то есть, когда он начинает выпендриваться перед другим, он родев его от хаяф, он его преследует до конца жизни. То есть, он как бы своей Гаевой красуется, вы сказали, красуется перед другим человеком, и выпендрежем, который он делается, он это делает за счет другого человека. И он как бы бьет этого человека палкой, которая находится в его руке, и эта палка называется Гаева. Слова же мудрецов они охраняют. Имеется в виду, что мудрецы это те, которые слушают ту наглость, то, как высказывается этот человек, и не отвечает ему, а закрывает свои уста. Это охраняет их от этой палки, глупца, потому что у глупца уже нет желания их бить. В тот момент, когда он хочет похвастаться, похвалиться, повыпендриваться и так далее, а ему никто не отвечает, то этот выпендреж быстро кончается. Поэтому слова мудрецов, они приводят к тому, что они молчат, не отвечают на выходки против них, и это затыкает рот нападающему, и, соответственно, нападение кончается. То есть, Гаон здесь идет по пути, просто такому мусорическому пути, объяснение того, как надо себя вести, когда перед тобой выпендриваются, такой простой комментарий Гаона. Мальбим же здесь идет немножко по другому пути. Мальбим объясняет нам, что слова имеются в виду, поскольку мудрость человека, дебур, это является мудростью, и мудрость человека, которая видна в его словах, всегда можно увидеть, человек махни этот сно, он себя унижает, он себя мошпилит, он себя принижает перед Всевышним. И тогда мудрость слов, которые он говорит, это слова Торрес, мудрость Всевышнего. Или же человек занимается выпендрежами, когда он выпендривается, он волей-неволей из-за своей гайбы подходит к какой-то части Торы, мудрости, которую он понять не может, а поскольку это противоречит понятию собственной гордыни, то раз он не может понять и начинает против этого выступать, и он приходит к глупости, которая связана с отрицаниями каких-то основ Торы. Это два пируши, которые даются на этот пасук Гаоном и Мальбимом. Следующий пасук, четвертый пасук, он более такой, длинный, говорит Шлома Амеллах. Момент. Говорит Шлома Амеллах. Где нет быков, там ясли чисты, но много прибытка от силы вала. Такой несколько вольный перевод, попробуем перевести это более дословно. Бээйн алафим авуз бар. Там, где нету алафим, сейчас мы будем смотреть, что такое алафим, то ясли, ясли это то, из чего ест бык. Они пустые. Вырав твой много урожая, быко Ахшор, находится в силе быка. Алафим это тоже название быка, но есть два названия быка, которые здесь сказаны, Шор и Алуф. Посмотрим, в чем они заключаются, в чем разница. Начнем с перушим альбимом. Бээйн алафим авуз бар. Алафим гэм шварим, амилуадим лахрош улавотед гадама. Алуфим, мальбим его переводят от слова алуф, то есть, дрессированный, наверное, так надо перевести. Это быки, которых обучили, чтобы они пахали и работали на земле. И когда учат быка пахать, то он называется алуф. От слова лимут, мургаль, привычка, приручения. Вэйн царих ламит атоба авуз лифатмо. И тогда не нужно его оставить в его ясли, там, где он питается, чтобы его откармливать, потому что он пасется бынаот дэша хорошей травой, и он дает урожай своей силы, поскольку на нем пашут, он сельскохозяйственные работы, наверное, ведут, то благодаря этому это дает твуа. Вэраф твуа от бэку акшор, и много урожая в силе быка, но бээйн алафим, то есть, когда они не дрессированы, то есть, если научили быков работать на земле, то тогда их надо поставить в его стойло, в ясли, для того, чтобы их откормить, и не только они не увеличивают урожая, но они, наоборот, уменьшают урожай, поскольку они кушают тот урожай, который находится в яслях, и это пример тому человеку, которому нужно быть как шор ла олики хамор ла маса, который должен быть как бык для ноши, и как оль ермо, и как осел для ноши, и они должны быть, эти люди, должны быть элуфим, то есть, он должен быть милумат, приученный, лахрошаль хелхат хохма, он должен уметь пахать долину мудрости, и долину твуны, и даата, всех видов хохмы, бина и даата, которые существуют, всех видов мудрости, и тогда из него получится много урожая, что это урожай духовный, и плоды, которые будут получены, это плоды, которые будут даны разумом, что поскольку души не являются бнеавойда, они не продукты работы, а только гуфимгем, то есть, человек не работает душой, а человек работает телом, поэтому тела человека, это как скот, который надо научить, чтобы служить Всевышнему, в Ганедане, в Верхнем, тогда человек получит много урожая, как шор, как бык, который приучен к работе, и об этом сказано Аллуфейна Месуболим, что вот эти вот наши быки, которые приучены, и они Месуболим, они много ноши могут нести, но человек, который не приучен к работе, что он глупец из прошлого посука, который спорит с мудростью Всевышнего, и не учит мудрость Творца, и он не обрабатывает землю, но проводит свое время так, что он только тратит урожай, то есть он только тратит мудрости, которая существует, и он просто стоит в своем стойле для того, чтобы ожиреть и наесться, и получить удовольствие от этого мира, и не только, что это не помогает ему, но это еще ему вредит, и он теряет урожай, который называется к душе, который называется святость, так объясняет Мальбин, то есть в двух словах, Гаон очень по-близкому перуши идет, на два слова, Басикум Мальбин хочет сказать, что человек должен себя вести таким образом, как бык, который приучен к работе, поскольку тело человека, оно создано для вода драшем, для службы Всевышнего, поэтому, если человек работает в этом мире, то он набирает себе урожай для Ганедона, но человек, который проводит время, как бык, который стоит в стойле, не обрабатывает землю, то есть без духовного какого-то, без духовной какой-то пищи, то подобный человек будет наедаться, объедаться, жиреть, то есть тратить все продукты аламазе, и не только то, что он не наработает никакой прибыли, но кроме того, что он не увеличит твуа, не увеличит урожая, кроме этого, это еще ему мазик, это ему и вредит, потому что вредит состоянию духовного здоровья. Окей, это перуши Мальбима. Гаон идет по очень близкому перуши, только немножко его расширяет. Говорит Гаон Мивильно, То есть, когда нету вот этих вот тренированных быков, то ясли пустые и в них нет урожая, потому что кто будет обрабатывать землю для того, чтобы урожай появился, но много урожая есть в силе быка. Рафтвуа немца, то есть, много урожая находится у того, у кого есть сила быка, он кушает, то есть, он как бык много съедает, но он как бык много работает, делает свое ойду. Имеется в виду, алафим это слово от слова лимут, как мы уже сказали, слово приучить. Сказано, что когда они не приучены, то есть, человек, у которого, сейчас Гаон сразу же переходит от быков к Талмуд-Тойр, к заповеди изучения Тора, человек, у которого нету Талмидим, у которого нету учеников, то есть, нету того, с кем он будет учиться, в этом случае даже Авус, то есть, он сам, то, что он уже съел, то, что он уже выучил, становится Барк, то есть, Рейк Милы Аколь, он пустеет и становится пустым от всего, потому что сказано в трактате Перкя, вот известная фраза, что многое учился у учителей, многое учился у Хаверим, а больше всего я учился у учеников, учеников можно выучить больше, чем у всех остальных, поэтому говорится, что что много урожая в силе быка имеется в виду, что Тора у человека начинает лить работа, и она начинает увеличиваться, когда у него есть сила быка, то есть, у него есть хороший ученик, и сказано, поэтому сказано Алув, Алув – это тот, который приучен, в быке – это дрессированный бык, приученный работать на земле, а в человеке – это талмит, который приучен слушать раба и получать Тора отрава, и поэтому здесь сказано слово шор – бык, как сказали наши рыбаним, лаалами я адамки шор лаолик хамор ла маса, льмальбим тоже привел это высказывание, что человек должен быть как бык для ерма, и как осел для ноши, ешь бы за шлаша перушим, теперь Гаун говорит, что есть три оттенка перуши этого пасука, то есть, понятно, что вся книга Мишли это машалин, примеры, и нам надо увидеть немшаль, который мы должны из этого выучить, машалин, немшаль, пример, и то, что учится из примера. Гаун утверждает, что есть три вещи, которые мы можем из этого выучить. Первое, как я уже написал, относительно пасук Эцхаим Гила Макзикинба, дерево жизни для тех, кто за него держится, Тора – это дерево жизни для тех, кто за него держится, есть два вида людей, которые помогают тому, кто изучает Тора. Макзикейба – это люди, которые Макзиким, ламдей Тора. Дерево жизни для тех, кто Макзик, кто содержит, держит тех, кто учит Тору. Первое, Гуф, второе, Мамон. Два вида поддержки Тора есть – телом и деньгами. И эти два вида – это пример Шор и Хамор, это пример Бык и Осел. Что имеется в виду? Хамор ламаса. Хамор – это осел, который служит для того, чтобы на нем перевозить. То есть, это человек, который работает для Талмитхохама из всей силы своего тела. Для того, чтобы у человека была возможность учить Тору, он работает всем своим телом. Снабжает его деньгами, делает с ним какой-то бизнес совместный для того, чтобы у Талмитхохама была поддержка денежная для изучения Торы. Шорлы Оль, Бык для Ерма, имеется в виду, что человек, который держит на себя все содержание Талмитхохама, которое не хватает Талмитхохама. Сейчас, один момент. В чем разница между этими явлениями? То, что необходимо Талмитхохама, ему необходимы вопросы, ему необходимы для изучения Торы, ему необходимы все изучение Торы, устной Торы, идет через понятие, которое называется дебур, высказывание, разговор. Тора невозможно учить, не разговаривая, не обсуждая. Человек, который учит Тора один, он тоже должен учить ее вслух, но это понятно, что здесь не хватает дебура. Была такая известная история, когда у Раби Йоханана было много учеников, довольно Амур, это был Раби Йохананан, такой Амур, один из первых Амараем в шасси. И у него был один из учеников, Рейш-Лакиш, который он, их зир, быт шува, помог ему сделать шуву, и Рейш-Лакиш вначале был Талмит, потом стал Хавер, вначале был учеником, потом стал Хавером, Раби Йохананану, и они учились в Еврусе. И у них возник какой-то спор галактический относительно законов Тагары и Тумы, законов чистоты и нечистоты, с какого момента кили, называется кли, инструмент называется инструментом, для того, чтобы он мог принять Туму. У них были различные примеры этих обсуждений, и один из примеров, до которого они дошли, был нож. С какого момента, когда изготавливается нож, с какого момента он является ножом для того, чтобы принимать Тума? Ему достаточно лезвия, нужна ручка, его нужно обжечь или нужно выковать и обжигать, не нужно. Много-много вариантов, которые могут быть. И когда они спорили на эту тему, Рэйш Лакеш пошутил и сказал, что по поводу ножа не надо со мной спорить, потому что я был, когда-то, Рэйш Лакеш был бандитом, гладиатором, может быть, не знаю, листьем, написано в Торе, в Геморе. И Рэйш Лакеш ответил, что, судя по всему, ты до сих пор не сделал шуву, если ты можешь так легко шутиться и относиться к этому вопросу. Рэйш Лакеш из-за этого упрека настолько страдал, что он умер от переживаний от шувы, которые он делал по поводу того, что у него недостаточно была сделана шува. И Рэйш Лакеш одного из его учеников, второго такого ученика, Рэйш Лакеш все время упоминается как ученики Рэйш Лакеш, и каждый вопрос, каждый хедуш, каждая новая вещь в Торе, которую говорил Рэй Лакеш, Раби Йозер приводил ему по много-много 24 доказательств, которые на то, что он говорил из разных мест. Раби Йозер сказал, что разве Райотани, Сарих, разве мне нужны доказательства, Кушьотани, Сарих, мне нужны трудности, вопросы мне нужны. На каждую вещь, которую я говорил, Рэйш Лакеш спрашивал по 24 Кушьи, 24 трудности, и когда я на них отвечал, это было меня мехадет, это улучшало понимание этой части Торы, и поэтому без вопросов, без хорошего ученика невозможно учить Тора. Это хамор, который здесь, это шор, который здесь описан. Это первый пируш, который дает Гаун, второй пируш. То есть, нужно быть хамором, это материальные вещи, связанные с Толмитхохомом, и шором, это то, что нужно для Гуфа изучения Торы, то есть, кушьот, обсуждения, вопросы, ответы и так далее. Это был первый пируш Гауна. Второй пируш. Кихамор ламаса. Что такое хамор ламаса? Ласет, человек должен быть, как хамор, как осел, для того, чтобы нести. Что нести? Нести оль Тора у митсвос, нести Тору, ермо Тора и митсвот, чтобы их делать. Что такое шор ле оль, что такое шор для ерма, бык для ерма? Это оль Тора. Это оль Тора, это ига Торы, это второй пируш, который он дает. И в другом месте Гаун пишет. Есть такая гемора, агадот раба Барбархана, которая сказана в геморе Баабасри. Одна из гемород говорит, я сразу, наверное, на русском буду говорить, потому что написано на арамейском, перевести его с арамейского довольно тяжело. Говорит раба Барбархана, я видел Рэйм, бен Емо, я видел животное, которое называется Рэйм. Рэйм – это такое легендарное животное, которое огромных размеров, с рогами, кошерное, каких-то совершенно невероятных размеров, так что по одному из мидорашин Давид Гамеллах перепутал его с горой и забрался на него, думая, что это гора, пока Рэйм спал. Так вот, я видел такого Рэйма, однодневного, маленького Рэймчика, который был такой же величины, такой же огромной, как гора Табор. Мау Гадло Шельгар Табор, а какой высоты гора Табор? Арбаим Парсаот, 440 Парсаот. Парса – это примерно 5 километров. 5 умножить на… то есть 200 километров примерно. Не имеется в виду высота, имеется в виду… все, периметр. И его длина, его шея была – 3 парсы. Место, где он лежал, лежала его голова – парса и половина парсы, то есть где-то 7,5 километров. И вот он, Етиль Глалим, сходил в туалет, высотам от Иордан, и это перекрыло, сделало плотину, что Иордан не мог больше двигаться. Это Гемора, который рассказывает раба Барбархана. Гемора, как обычно, совершенно непонятно. Объясняет, Гаон Мивильный, эспируш Гаона на Кама Агадот, на несколько Агадот, которые абсолютно непонятны, в чем является Машаль, что хочет нам сказать раб Барбархана. Говорит Гемора, есть Розаль, мудрецы, которые говорят, «Хам Разель, лебивай корней адони, де гавалей гзизи миной», что Хамор, который пошел попросить рога у своего господина, и лишился из-за этого даже ушей. Гемора Сангедрин, есть такой Машаль. Что имеется в виду? Сказали наши мудрецы, что когда человек начинает учить Тору, то он должен вначале учить, выучить, набрать какое-то количество информации, а потом должен вернуться и начать понимать, начать ее разбирать. Не имеется в виду, что когда он заучивает, он не должен ничего понимать, но есть определенный уровень. Сегодня очень принято, каждый человек, который начинает учить Тору или не начинает, но каждый человек, который считает, что он что-то понял, он хочет этим поделиться, и обязательно поделиться не каким-либо спирушем Раши, Гаона или кого-нибудь другого, а поделиться тем, что он лично думает на эту тему. Это иногда звучит, как правило, очень грустно, скажем так, потому что у меня тоже есть некоторые мысли, но их лучше держать про себя, лучше их не иметь вообще. И об этом сказано, что человек должен пить воду, а только потом пользоваться тем, что он выпил. Что имеется в виду? Написано, Есть пасук в дворе, который говорит, что первенец быка, Гадарло, у него есть такой едур, у него есть что-то лучшее, а у Раэма есть Карнаем, а у Раэма, вот этого легендарного животного, у него есть рога. И сказано в Мишле, который мы сейчас учим, что Много урожая в силе быка. И об этом сказано Тана Две Ильяо, говорит Ильяо Ганави, что человек вначале должен сделать себя, превратить себя в быка, то есть принять на себя Иго-Ермо, взять на себя Кахамор, стать как осел, для того, чтобы переносить. Что имеется в виду? Шорлы, Оль, это имеется в виду, что ему надо приготовить себя, как животное для переноска того, что он услышал от своего хозяина, от своего раба, господина, рабо. И это Бхоршаро. А после этого, поскольку он уже выучил от рабо, после этого ему дается рога, как у Раэма, для того, чтобы бодаться им, или Фальпель, пользуется им для того, чтобы заниматься пилпылем, заниматься, не знаю, как пилпыль перевести, обсуждением, спором по вопросу Торы. И об этом сказано, что Талмидей Кахамим, они называются, как они называются, Баалей Карнаим, люди с рогами. Что имеется в виду? Что они Накимы Хатачи Нибы Тора, они бодают друг к другу в Торе. То есть они спорят, они обсуждают. Рога – это такой признак бодаться, спорить. И все это Машаль, все это пример пилпыля Торы, обсуждения споров по поводу Торы. И это Зевашаль Торы, это сияние Торы. Споры Торы – это сияние Торы. Человек изначально должен наполнить себе живот Микра, Мишна, Гемора, Баблия, Ярушалми. То есть он должен наполнить себе живот Керес вначале Псуким Торы, Мишнаес, Геморой, Баблия, Ярушалми, Тасефта, Махилта, Сифра, Сифри, Барайтот. А после этого он должен заниматься Шимуш Талмидей Хахомим, обслуживанием Талмидей Хахомим. То есть, чтобы научиться у Талмидей Хахомим, как правильно объяснять Псуким, Мишнаес, и как правильно Лифальпель спорить со своими товарищами. То есть это задача. Вначале набрать информацию, а потом научиться спорить по поводу этой информации и высказывать собственное мнение. Понятно, что это тяжело, а высказать собственное мнение всегда легче, чем узнать мнение окружающих. Тем более, что окружающих имеется в виду какие-то сложные мнения Талмидей Хахомим, а тут можно так хорошо рассказать, и все будет нормально. И об этом сказано, что человек, который Мишане, изменяет Седер-Лимут, порядок своего изучения, то есть, он не хочет вначале узнать и научиться Лифальпель, узнать, как правильно спорить, и начинает спорить, и начинает учиться Лифальпель до того, как он узнал вообще, о чем надо спорить, узнать, получить какую-то информацию, Мишна и так далее. То это хамор, это осел, который пошел ко Всевышнему требовать, дай мне рога, научи меня заниматься пилпулем. То есть, научи меня, как правильно, бодаться. И делает обычно этот человек из-за кины, из-за своей ревности, что вот кто-то может сказать какие-то умные вещи, я тоже могу. Он хочет проявить себя. И тогда подобный человек, он даже то немногое, что он выучил и услышал ушами, он теряет свои уши. Это он тоже теряет. И это Гемора, которая говорит, вернемся к ней, говорит, вот тот РМ, тот молодой РМ однодневный, который показалось ему, что ему необходимы рога, и он уже может бодаться, а ему был всего один день. сейчас я вернусь к этому. нет, я прочитаю. неискушенный слушатель может предположить, что с моих мыслей и души вообще иметь не стоит. Может быть, стоит чуть-чуть пояснить. Я именно это имел в виду. Своих мыслей иметь не стоит. Именно это я и сказал десять раз. Раз это непонятно было, я поясняю еще раз. Я сильно страдаю последние много лет по поводу того, что каждый раз, когда начинается какой-то процесс изучения Торы, я слышу какой-нибудь хедуш, который человек хочет сказать от себя, иногда даже не от себя, от того, кто высказал его, который тоже лучше бы помолчал. Существует стандартное объяснение Торы. Когда я хотел начать, то есть я не хотел начать изучать Тору, когда меня позвал некий человек изучать Тору в Ленинграде, Гриша Вассерману, то первая моя мысль была, я так и ответил, что зачем я пойду изучать Тору, Тору это очень интересно, но что, у меня нет своих мыслей, я буду сам читать, и зачем мне нужно знать, как кто-то объясняет. Я же сам, а что же мы, и мы не хуже многих, мы тоже можем много выпивать, я и сам могу объяснить все, что написано в Торе. И так вот я думал некоторое время. До тех пор, пока меня не позвала на тот же урок Торы, моя будущая жена, поскольку там у меня была другая мотивация, не только изучение Торы, я решил туда пойти. Вот, девушка понравилась, поэтому я решил, что имеет смысл пойти на это занятие Торы. И где-то на первых двух занятиях я понял, что свои мысли нужно оставить где-то далеко. И стараюсь это всю жизнь, оставлять и не говорить своих мыслей. А если что-то из того, что я говорю, звучат как свои мысли, то это неправда. Когда мы говорим о Торе, мы говорим не о своих мыслях, мы говорим о мыслях Всевышнего. И когда человек хочет, лиходэш, в кавычках, сделать хидуш из каких-то слов Торы, то надо знать, этот хидуш был дан Машарабейну на горе Синай, или его не слышал никто, включая Раба Шарабейну, в переводе на русский язык, просто не смятая поэзия, не ночевала, Торы здесь нету. Это хидуш, который он выдумал, не имеющий никакого отношения к нашей святой Торы. Поэтому, именно это говорит, сейчас вильнюсский Гаон, объясняя о году. Когда человек приходит и говорит, я хочу лифальпель, я хочу поделиться своими высказываниями, ему надо вспомнить, что у него есть, он однодневный, надо вначале, чтобы Тора вошла в него. После этого, хидушем, которое он может дать, это хидушем, которое основывается на том, что он услышал от мудрецов. Прочитал, понял, осознал, переварил, и соединив вместе, выдал какую-то вещь, которую до него никто не выдавал. Но она сама, не его хидуш, на самом деле, ты можешь ее назвать своим хидушем. Так и называют его мудрецы. Но это хидуш, который полностью базирован, и основывается на чем-то. А не просто, мне вот кажется, что эта часть Тора означает то-то и то-то. Существует очень много людей, которые делают из Торы. Какой-то пассук Торы вводят туда и начинают рассказывать вещи, которые лихойро не имеет никакого отношения к Торе, ни малейшего отношения к Торе, хотя все слова взяты из Торы. Но из того, как они делают анализ, видно, что Тора не стала им. Когда Хатам Софер говорит свой хидуш, несмотря на то, что эти хидуши очень странные, но поскольку Хатам Софер он весь состоит из Торы, и ничего другого там нету, то каждый его хидуш это хидуш. Была такая история с Рафмойшем Эйнштейном, Зихрона, Цадик Левроха. Был задан вопрос, совсем не об этом хотел говорить, но из-за этого вопроса я подумал, что мне все-таки надо это говорить. Ему был задан вопрос. Вопрос такой, что есть семья, у которого муж, в этой семье муж, не способен иметь детей, семя не жизнеспособное, физически невозможно зачать ребенка. Они хотят иметь ребенка, усыновить можно, это один вариант, и второй вариант, сделать искусственное плодотворение, как сегодня делается сплошь и рядом, взяв донорское семя. Вопрос был задан Рафмойшем Эйнштейн, можно это делать или нет. Понятно, что при этом муж не выполнит заповедь плодитесь и размножайтесь, но в семье будет ребенок, у женщины будет ребенок, и они хотят это сделать. Вопрос, можно это делать или нет, потому что, когда вживляется, как бы, внутрь жены, замужней жены, семя другого человека, становится ребенок мамзаром или не становится. Рафмойшем Эйнштейн ответил, что не становится мамзаром, поскольку не было би, не было близости, поэтому вне близости, ребенок, который рождается от искусственного оплодотворения, это не называется мамзарут. Но есть проблема, что в следующем поколении неизвестно, кто папа этого ребенка, поскольку семя всегда дается инкогнито, не бывает другого, поэтому неизвестно, кто папа ребенка, существует определенная вероятность, что брат и сестра встретятся и поженятся. Поэтому, а это уже будет понятно и мамзарут со всеми вытекающими последствиями. Поэтому Рафмойшем Эйнштейн посоветовал взять семя у Гоя, после чего ребята сатморские, но это были не такие, не талмиды и хохомим, это была такая молодежная шпана, в религиозном мире она тоже, как вы догадываетесь, есть как всегда, они пришли к Рафьёэлю, сатморскому рэбе, для того, чтобы попросить его броху, благословления на то, чтобы уговорить Рафмойшем Эйнштейна изменить свой псаг. Рафьёэль был очень большой талмид хохом, он улыбнулся и сказал, что броху он дать может, а что будет, если Рафмойшем Эйнштейн будет с вами обсуждать вопросы из геморы. Брох тут не поможет, тут Тору учить надо. Вот, тогда эти ребята, поскольку понятно, из кого состояла эта компания, пошли и разбили камнями окна в доме Рафмойшем Эйнштейна. На это их хватило. Мне очень напоминает, как-то учительница географии, я думаю, уже умерла она, Софья Захарина, скорее всего, еврейка, как я теперь понимаю. Я учился тогда, наверное, в шестом классе. Мне поставила по географии, как я считал, незаслуженную двойку. Я не помню, зачем. И ребята, мои знакомые, у них была в другой школе, у них был такой минхак, такой обычай, что в случае чего, если учитель что-то неправильно делает, они идут и бьют окно в Муцей Шабас, ночью бьют окно в кабинете этого учителя, чтобы показать, что он неправильно что-то сделал. Они мне предложили, и мы пошли, значит, разбить окно в кабинете географии. На кабинете географии был на третьем этаже, мы не смогли докинуть. Мы разбили на втором, на всякий случай, потому как не смогли докинуть. Немножко напоминает, я был в шестом классе, немножко напоминает эту компанию, которая тоже, поскольку разговаривать они с Рафмойшем Эйнштейном не могли, для этого надо слишком много знать, они окна побили. Вот. Но Игра с Мойша объяснил в этом месте, что такое даотойра. Когда человек, который весь состоит из Торы, и у него неоткуда взяться другим мыслям, как мысль из Торы, вот тогда он доходит до состояния пилпуля. И вещи, которые он говорит, это не будут хедушим, которые нигде не сказаны. Это вывод из того, что сказано в разных местах, как теорема доказывается следующая идея, а не идея для того, чтобы объяснить. Гаон сейчас нам не объясняет, когда он пишет, о чем он говорит, откуда он знает, что такое Рэм, на самом деле это тоже не так. Он приводит цитату, которую говорит Рэм Карнаф, Карней Рэим, что это Карнаем, которые нужны для того, чтобы бодаться, и приводит Гемору, которая доказывает, что там идея Хаховим называется Баалей Карнаем, те, у кого есть рога, для того, чтобы бодаться. Он доказывает о том, как два из способа изучения Торы необходимы последовательным соединениям, а не параллельным соединениям. Вначале человек должен воспринять информацию, набрать ее, только после этого он должен ли Фальпель спорить и выводить какую-то другую информацию из этой Торы. А своих мыслей вообще иметь не стоит. Я очень поддерживаю. Можно два вопроса? Первый. Если дочь Калабуэ примет Геюр, и... Ей не надо принимать Геюр. Мне кажется, женой этого молодого человека... Никакой проблем. А не правда, если что-то. Если было взято у Васи Иванова было взято какое-то количество зера, и из-за этого родился Хайм Рабинович, от Геверит Рабинович. После этого дочка Васи Иванова сделала Геюр и уходит замуж за Хайм Рабинович. Никакой проблемы нет. Понял. Второй вопрос. Я не знаю, кто такая кириллица. Я не знаю, знал ли он, умел ли он писать по-русски, я не в курсе. Он там пишет именно про английский. Не знаю, может быть, откуда вы знаете. В этой чуме он действительно пишет про английский. Это правда. Но я не знаю, знал ли он русский. И разговаривал он и на английском, и на русском. Он говорил про буквы. Это я не знаю. Я даже не знаю, насколько он хорошо разговаривал по-русски, потому что его языком был идаш в России. Но, конечно, он разговаривал по-русски. Невозможно было. На допросы в КГБ, наверное, допрос велся не на идаши. И английский он тоже знал. Я не знаю, учил ли он русские буквы. Наверняка. Но, тем не менее, скорее всего, допрос велся по-русски. Он просто описывает, как это происходило. Вот. Но я не знаю, знал ли он русский алфавит или нет, но он пишет о том, что он специально не учил английский. Это я не знаю. Дальше. Мы возвращаемся. Тот Ре-Эм, который Бен Емо, тот Ре-Эм, который однодневный, о нем сказано, что в первый день, когда он начинает учиться, он начинает кричать, пинаться и спорить с тем, которые более большие, чем он, как будто он самый большой на этой земле. и он выглядит кегар-табор, как гора, которая называется Табор. То есть, огромного размера гора, которую мы сейчас учили, 200 метров. То есть, он хочет возвысить себя на такую высоту, как будто бы он гар-табор. И об этом сказано Табор Багарим и Кармель Байям. Про Батейк Несиот сказано, что они как Табор Багарим, как самые высокие из гор. И это 40 парсот. Что имеется в виду? Что он показывает себя, как будто бы ему достаточно к душе, ему нет чего-то в святости, чего ему не хватает. Как сказано, я не буду все это зачитывать, это очень долго, и в общем более или менее понятно, что имеется в виду. И самый конец этой Агады, который говорит, что он сходил в туалет и закрыл Иордан, то есть, перекрыл весь Иордан. Когда он видит, что он не может переспорить Талмитхохама, то он начинает работать другим путем. Он начинает лавишрихо, делать как-то, вот, говорить, что Талмитхохам, он не Талмитхохам. Он не может доказать, что я Талмитхохам. Поэтому надо доказать, что он не Талмитхохам. И это работа, которая делает качество, которая называется «Кина», что когда он не может возвысить себя от Гаева, то он начинает ревновать к другому и начинает уменьшать другого. И таким образом он начинает лаотиль-глалим, он начинает ходить в туалет на другого человека, и это перекрывает Иордан. Иордан пишет Гаон, что это Талмитхохам. И здесь у меня есть ссылки, комментарии, я тоже этого не знаю, но он написал, что он не знает, где Талмитхохам называется Иордан. Такого места он не нашел. Откуда Гаон взял это? Гаон пишет как такая понятная вещь, что Талмитхохам это Иордан, но где Гаон взял, что Талмитхохам это Иордан, я, честно сказать, не знаю. Вот. Поэтому получается ситуация, что неправильный способ Лимуда, говорит второй комментарий, когда человек изначально начинает заниматься пилпулем, спором, давать своих душим до того, как он поймет вообще, о чем идет речь, то в этой ситуации этот человек понятно, комментарии понятны. Это не называется путь изучения Тора, поэтому его кормушка, его ясли, становятся пустыми. Это то, что он говорит сейчас. Дерри Гагав, я очень часто встречаюсь с человеком, который начинает учить гемору, который берет какую-то свору, которому кажется логику, которому кажется очевидной, и начинает говорить, что как гемора или как тосу смогут это написать, ведь вот, и дальше говорит свою вещь, которая для него кажется очевидной. Этого человека иногда очень трудно переспорить, переспорить, поскольку он исходит из предпосылки, что то, что ему кажется очевидным, очевидно не только ему, но и тоспас и всем остальным. И логика вроде как есть в том, что он говорит. Но точно такая же есть логика в том, что говорят тоспас. И на первый взгляд, не на первый взгляд, так оно и есть. Человек должен работать над тем, чтобы понять, как думает Гемора, Раша, Тоспас. А не над тем, почему Гемора, Раша тоже... Это тоже не так плохо. Почему Гемора, Раша, Тоспас думает не так, как я, это тоже хорошо. Но не задавать к ушью, потому что я всегда думал иначе, значит, и Тосфас имеет в виду что-то другое, или Раша пишет неверно. Нет, надо пытаться увидеть их логику. Наш путь – это вначале узнать данные задачи, а потом от них прийти к пониманию логики того, как они и решили. И этот путь дается достаточно тяжело многим начинающим, особенно Балычева. Я с тобой могу поделиться, что я встречаю людей, но это не только Балычева. Я встречаю людей, которые дожили до достаточно взрослого возраста и так и не поняли, каким образом надо учить, что надо учить вначале попытаться понять, что написано, а только потом поставить к ушью. Поскольку детей в Хедере учат иначе, и детей в Хедере невозможно учить другим способом, чем их учат, надо хвалить ребенка за любой вопрос, который он задает. И ребенок задает какой-нибудь вопрос, ему говорят, «Вау, как ты хорошо спросил, какой ты гениальный» и так далее, потому что иначе он заснет и не будет учиться вообще. Но ребенок постепенно должен, вырастая, понять, что вопросы должны меняться. Не только вопрос, а почему «Арбуз полосатый», почему «Наш папа усатый» была такая песня, но какие-то другие вопросы он тоже должен начать задавать и начать понять, что вопросы должны базироваться на тем, что они прочитали. К сожалению, многие, в том числе Балычева, доживая до достаточно взрослого возраста, остались на уровне того, что главное спросить, начать считать, прочитать первые две строчки и задать вопрос. А проанализировать, понять, что написано, и из этого подумать, это значительно более трудно. Это то, что здесь говорится во втором перуше, что есть человек, который учится как бык, которого не научили учиться, он сразу начинает с пилпуля, и тогда даже то немногое, что у него есть, те уши, которые у него есть, он тоже потеряет. Окей. И третий перуш. Третий комментарий Гаона. «Кихамор ламаса, как осёл по отношению к ноше. В Торе есть пшат Торы, то есть надо его понять, этот пшат Бергетев, хорошо полностью дойти до понимания пшаты, грубо говоря, перевода, стандартного объяснения. И есть пилпуль, и есть споры. Для того, чтобы Ливарер выяснить, Лилабен, обелить этот иньян, для этого нужны кушьот и тироцин. Для того, чтобы понять пшат, нужен пилпуль. «Ламдэй торобы пшата пашут, они хамарим». Те, которые учат торобы пшат, без вопросов, вот просто понять, что написано, это ограничится. Это хамарим. Те, которые учатся с пилпулем, они называются со спорами. И с кушьот это называется шварим. «Шорба аль карнаем», как шору, у которого есть рога. И об этом сказали наши рабоним в гемории «Брохос». Есть такая гемора, достаточно странная, которая приводит много... Только она «Брохос», а я взял «Ксубас». Если есть, она здесь под рукой. Я ее не нашел. Нет, здесь нет ее. Окей. В геморе «Брохос» надав «Нунхэтум» и «Бейт» есть гемора, которая говорит о том, что человек, который видит во сне самые разные вещи, они чего-нибудь такое означают. «Спасибо большое». Вот я очень внимательно посмотрел, поэтому взял другую гемора. Говорит гемора. Сейчас. Тут и «Нунхэтум» отбейт. «Нунхэтум» отбейт. «Нунхэтум» отбейт. Гемора говорит, человек, который видел быка во сне, он должен утром встать и сразу же сказать пасук. «Пхор шаро гадарло». Первенец быка, который гидр. Это очень хорошо ему. Для того, чтобы не сказать другой пасук. Случайно, не сказав до этого пасука, другой пасук про быка. «Ки игах шор и тиш». Когда забодает бык человека. Потому что с быком связаны Назикин и связаны какие-то позитивные вещи. Так надо сказать позитивный пасук, чтобы именно так исполнился сон. Гемора говорит, что пять вещей связано с быком, которого ты видишь во сне, объясняет Раша. Первое. Человек, которому приснилось, что он ест мясо быка, он станет богатым. Человек, которому приснилось, что бык его бодал, у него будут сыновья, которые бодают друг другу торой. Сильный в пилполью в изучении торы. Человек, которому приснилось, что его укусил бык. Иссурим Баималав, на него придут несчастья. Человек, которому приснилось, что бык его забодал. То это означает... Не забодал, а баат. Ногой стукнул. Как это? Лигнул. Лигнул. Это означает, что у него будет дальняя дорога. Дом казенный с дорогой дальней. Человек, которому приснилось, что он скачет на быке, едет на быке, у него будет гдуйла, у него будет гдула, он будет возвеличен. Окей. Таким образом, есть несколько вещей, которые сказаны про сны, в которых человеку кажутся разные истории с быком. И то, что нас интересует, что человек, которому приснился бык, который его бодает, это означает, что это к мудрости его сыновей, что сыновья будут Талмидей Хохоми. Говорит Гемора, что забодал, приснилось бодание быка, будут сыновья, которые бодают друг друга рогами Торы. И это иньян, это вопрос, который мы обсуждаем, что человеку нужны две вещи. Учить пша Торы, возвращаться к нему постоянно и обсуждать его в своем лимуде, в своем изучении, для того, чтобы эта вещь стала для него мизурасом и лыбан, ясным и четким и открытым, быстрым и так далее. Без кушьот, чтобы не остались на них никакие кушьот. Об этом сказано. Раб твот, много урожая. То есть, из-за этого Талмида, из-за этого ученика, который как шор, который как бык с рогами, и он годоль бы пил, ученик, который хорошо умеет лифальпель, он задает кушьот своему раву и автоматически шмайса и сугья становятся понятны для них обоих. Таким образом, третий пируш, ну, в общем, понятно, я не буду лисакэм, они все очень близкие пирушим друг к другу, но вот три варианта объяснения этого пасука дает Гао. И еще, и четвертый пируш, который он дает. Бээйн-элафим. Разница между словами алуф и шор. Это алафим гэм шоахлим бээйна асим шум элаха. Пируш, где он халэк на свой прошлый пируш, спорят с ним, и халэк на мальбима. Алуфим – это быки, которые стоят в стойле и их разводили для того, чтобы для мяса. То есть, они едят, стоят, жрут, больше ничем не занимаются, и никакого результата, кроме мяса, нет. Шварим – это те, которые служат для работы, то есть, для пахоты. Когда нету алафим, то есть, у него нету алафим, то авус малэ, то у него полно урожая в яслях. Но, алаф твуат, но когда есть много твуа, она приходит из-за шора, который служит для работы. То есть, бык, который служит для работы, не зря на то, что ему нужно и кушать, и отдыхать, тем не менее, благодаря этому быку увеличивается количество урожая, потому что он возвращается на работу и работает на земле. И то же самое с учениками. Когда у него нету учеников, которые… Кшээнлоталмидиум – человек, у которого нету учеников, то галхим ботэлим, то люди… Ботэлим, они занимаются… они пустоту, они не учатся, поскольку и так все понятно, и так все известно, незачем объяснять, то изучение Тора становится меньше. И тогда авус бар, и тогда то, что уже выучил человек, он становится пустым. Галоха ги миварэрэд бээн саяк лаль. И галоха, нее невозможно вырасть, выучить без какого-то саяк, без какого-то ограждения, без какого-то обсуждения. Но много урожая, она приходит из той силы, которая есть силы быка, которые бодаются, то есть мифалпэлим, спорят, обсуждают. И тогда это дает много Торы, как мы уже обсудили. Сейчас. В Ктавьят в рукописи Гаон добавляет еще одну вещь, что если есть Талмидим, которые сидят ботэлим, не человек без Талмидим, у него есть ученики, но эти ученики, они сами не обучают, они сами сидят без дела. Тогда у него авус бар, тогда у него ясли становятся пустыми, потому что, потому что, нету никого, кто будет приходить, спрашивать и выяснять. Но много халахи находятся из-за Талмида, который как шор, из ученика, который как бык, то есть он хариф, и он начинает преподавать других людей, другим людям, и тогда Тора, которая была у него, она переходит к другим людям, и она останется на много поколений, постоянно. Это еще один пируш, который приводит Гаон в Ктавьят. Теперь у меня серьезный вопрос. У нас остается по моим часам одна минута, и начинать новый пасук, я думаю, что я лучше закончу на 1-2 минуты раньше, потому что начинать пятый пасук бессмысленно. Вот, до следующей недели, я думал, что мы пройдем и пятый, и шестой, но так вот получилось. Всего доброго!